Привет, мои хорошие! С вами Селена, начинаю новый влог. И на самом деле я собиралась сегодня идти немножечко пошопиться, мне кое-что нужно было купить, можно сказать, базовое для моего гардероба. Но выходя и уже подходя к самому магазину, я понимаю, что я забыла камеру. И я немножечко вам поснимала на телефон, что я искала. Сегодня я искала пиджак себе, то есть мне очень понравились образы, как с пиджаком мне подобрала Настя. Я сегодня взяла себе мамфит джинсы. Это классика, высокая посадка. Синенькие такие, светленькие в Страдивариусе. Вот, сейчас покажу тоже. И заходила в H&M, заходила в Зару, в Бершку, куда-то еще заходила. В общем, нигде не смогла найти пиджак такой плотности, который нужен. И в итоге заказала тот самый пиджак, точно такой же, как у Насти. Причем она мне сразу сказала, ну возьми такой же пиджак, он тебе идет. Я говорю, ну что, вот одинаковые будут все дела. Она говорит, я по этому поводу совсем не парюсь, там все дела. Ну, в общем, я до последнего искала какой-то похожий пиджак, ну чтобы разные были. И в итоге просто даже на сайте, в магазине понятных нигде нету, даже на сайте просто другой расцветки пиджак не было совершенно размеров, понимаете, даже под заказ. А вот как раз ее пиджак, он единственный был как раз-таки от 42 размера. Чтобы вы понимали, мой размер это где-то 36-38. Пиджак берем специально на несколько размеров больше, для того, чтобы можно было сверху свитеров одевать. И смотрелось это хорошо, и сам по себе он плотный. В общем, когда он придет, заказик, я вам здесь его покажу. Я заказала в H&M, и он придет курьером мне. В общем, смотрите, что я в H&M мерила, ну, примерные расцветки какие вот я мерила. И под свитера, мне вот очень нравятся под свитера пиджаки, прям кайф. Всем привет, мои хорошие. Я забыла камеру, а хотела вам начать первый влог снимать, мой первый шопинг-влог осознанный. Смотрите, какой свитер классный в H&M, супер вообще. И он отлично подходит под пиджак, вот, который я себе выбрала. Сейчас я Насте скинула фотографии. Размер пиджака 42-й, когда мой 38-й. То есть я специально, нарочито беру больше размер, чтобы именно сверху вот такого свитера я могла одеть. И это очень прикольно смотрится. Сейчас одену и покажу. Ага, вот, со свитером. Мне кажется, очень даже ничего. Фотографии скинула уже Насте на проверку. Вот, пиджак сверху одевается с свитера. То есть, если этот свитер не подходит, хотя мне кажется, что и подходит, то подойдет другой свитер. Ну, а вот джинсики, которые я купила в Страдивариусе. Стоят они 2000 рублей, 1999 точнее. Ну, абсолютно вот обычные. Там было два вида. Одни темно-синие, другие вот такие светленькие. Ну, так как я выбросила все свои джинсы на пуговичках здесь. Так как я выбросила все свои джинсы практически, еще довыброшу, потому что одни разорвались. А эти как раз-таки вот без всякого рванья. Тут единственная вот потертость есть вот здесь. Ну, оно наоборот придает какого-то интересненько даже. Размер 38, хотя у меня 36 размер, да. Но мамфиты, они должны быть не прям... Короче, не должно ничего свисать и передавливать. Вот, чтобы можно было также заправить что-то. В общем, место есть след за заправление. Длина у них классная. Низ хороший. То есть, они укороченные. Ну, как бы они не укороченные. Укороченные не длинные. В общем, классные джинсы. Я не знаю, потом что-нибудь, может быть, сама подберу, померю. Пиджак придет. Все вместе померю. Короче, влог начинается. Еще у меня должны прийти покупочки. Может, я этого видео вам сниму? Мои новые покупки, мои новые эти. И померю все эти образы. Я еще водолазки заказала в Фаберлике. Заказала три водолазки как раз-таки моего цвета. Может, я говорила тоже об этом уже где-то. Молочная, ванильная. И какая-то серая. Но на фотке она не серая была. Какая-то пудровая, серая, бежевая. Я ее тоже заказала, в общем, прицепом. Они такие тоненькие. Как раз-таки вот, ну, то, что я люблю, чтобы не сильно в них жарко было. Потому что плотные у меня есть. Серые. Черные есть. То, что нужно. Это такая база-база прям, да. Вот. Что еще я заказала? Заказала туфли лодочкой в Фаберлик. Просто потому, что я знаю, что это, я не знаю, может быть, раз в год, два раза в год я выйду в лодочках. И поэтому тратиться сейчас нет возможности. Поэтому заказала в Фаберлик недорогие. Вот. Мы это ждем. Значит, это я купила. Потом пиджак ждем. И что мы еще ждем? А, еще нужно взять пояс. То есть пояс какой-то хороший, классный. Нужно взять, нужно найти. Ну и в принципе все. По-моему, все остальное у меня для образов есть. Вот. Будем экспериментировать, смотреть. Да. Наверное, я вам сниму такое видео. Три качественные покупки будут уже, да. Сегодня целый день Настя помогала мне вообще. Ей большое спасибо. Мне кажется, я ее замучила просто. Я ей все скидывала, все фотки. Но она терпеливая. Я даже не заметила, что я ее загрузила. Вот. Все мне объясняло, почему вот это, какой принт, на что он влияет. Прям очень все грамотно. Мне кажется, я немного просвещаюсь прям реально. Я реально чувствую, вот. Я вышла сегодня в новом, да, луке. Да. Новый лук такой вот. Который вы видели, один из образов. Знаете, ощущение такое, что на меня совершенно по-другому смотрят люди. Такое ощущение, что они видят, что позашла уже стильная девушка. Нифига себе, так одета. И от того, что тебя одевал стилист, и ты знаешь, что это круто, модно, актуально. Мне это удобно. Я себя чувствую в этой одежде комфортно, понимаете. Я себя очень уверенно чувствовала. И мне кажется, что вот все примерно так на меня и смотрели. И улыбаются по-другому, смотрят по-другому. Не знаю, конечно, это может быть мое внутреннее. Мне кажется, именно так все и было. И я себя чувствую на высоте просто. Мне кажется, это очень важно. Девочки, если у вас есть возможность заказать себе стилиста и сделать себе разбор гардероба, ну, такого качественного, да, обязательно делайте. Если вы еще ни разу в своей жизни этого не делаете, делайте. Кстати, напишите в комментариях, кто делал разбор гардероба и как вам вообще. Ну, я вообще просто безумно рада. Мне кажется, качество моей жизни изменилось. Все вокруг изменилось. Короче, кайф, я кайфую. А, кстати, в Инстаграме, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, будет скорая фотосессия, потому что мы идем, собираемся вот в ближайшее время, сейчас пиджак придет еще, и все. В ближайшее время с Анастасией и с ее подругой, фотографом, с которой я еще вот так прям лично не знакома. Мы на вечеринке где-то виделись, но мельком буквально. Но вот как раз познакомимся. Она очень хороший фотограф. И мы будем делать уличную фотосессию, такую, как я люблю, прям лайф-лайф. У меня такого не было еще, прям в такой фотосессии лайф. Вот прям кайф. И так уже, чтобы Настя стилизовала съемку. То есть она расскажет, что одеть, что-то куда добавить. Какие-то уже аксессуары будут, может быть, шарфики, там, очки, все дела, кофе в руках. То есть она сделает все круто, я знаю. И поэтому обязательно вот здесь в Инстаграм проходите, смотрите фоточки, оценивайте. Мне будет очень приятно. Мне уже девочки пишут, что я так круто выгляжу, бомбический образ. Мне, конечно, очень приятно, это честно. Я прям кайфую. И вот эта уверенность просто режет крылья сзади. Ладно, сейчас я пришла, раздеваюсь, ничего не ела сегодня, вообще ничего мясного не ела. Надо вот уже 5 минут седьмого, надо хотя бы пару кусочков индейки съесть. Я же все худею. Медленно, медленно, но верно. Я иду к своему весу нормальному. Если буду весить 55, я уже буду радоваться, понимаете? Ведь 61 это никуда, ни в какие ворота не лезет. Вот, и видео похудения, да, будет. Привет, именно вот прям про похудение, что я ем, что я делаю, да, и будет до и после. То есть, когда я закончу уже, прям, ну, не то чтобы закончу, я собираюсь поддерживать все это дело, то совсем у меня целый этот, целая кухня сладостей. Ну, разве так можно? Хотите покажу сладостей? Я уже где-то показывала, наверное, когда мама сказала, может, ты сладенького перестанешь есть. Смотрите, мелко, чипсы, всякие сухарики. Ну, ладно, сухарики там, да, всякие... Ну, блин, здесь еще не все, здесь еще не все. Такие булочки, печенье, маршмеллоу, вкусняшки всякие, ну, понимаете, да, с орешками. О, конфет. Короче, видимо-не видимо, мне здесь всегда вот сладости. И я всегда ем сладости. Ну, теперь я их не ем. И я не ем хлеб. И я не ем ничего жирного. В общем, надо просто немножко мяско поесть, белка чуть-чуть в себя. Вот. И потом я бегу за Денечкой в садик. Мы чуть-чуть гуляем. Прихожу домой и занимаюсь видосиками. Вот. Так что влог начинается. Я уже, конечно, полвлога проговорила. Влог начинается. Оставайтесь со мной. Ну, вот мы с Денечкой прошли с садика. Денечка чуть-чуть покапризничал, потому что сегодня холодно было. Мам легко была одета. Деня был не так уж тепло одет. Не стоит бы в таком вот виде не так тепло одетыми гулять. Денечка расстроился, что мы не пошли гулять. Расплакался. Мама его задобрила конфеткой. И главное, пока я его ругала, как бы, да, говорит, ну, что ты плачешь? Говорю, успокойся там, траля-ля. Он вот все больше и больше. Пока я не села, не говорю, ну, иди, мой зайчик, иди, я тебе пожалею. Что случилось? Он только подошел ко мне, сразу успокоился. Так, скажи, со мной надо, да? Мне только надо целого, отлюбить, обнимать и конфетки давать. Да? Вкусная? Конфетка вкусная? Конфетки, кстати, даю те же вот фруктоняне, они с пяти месяцев, по-моему, там. Это вот единственное, ну, не единственное, но одно из постоянных лакомств, которые я им даю, потому что они на натуральные основы, все такое. Вот, еще даю ему ломтик молочный, тоже раз в день. Раз в два дня. И йогурт. Мне кажется, достаточно сладостей. Да? Все остальное полезненькое. Да и это тоже, в принципе, полезно. Тяжелая? Да. А кто, маме, помогает? Все, не хочешь нести? Не, все. Давай. Да, маме тяжелая, а ты на ручке еще просишься. Понесешь? Отпускай. Ну, не все. Только шарфик дай, маме. Спасибо. Вкуснее. Молодец. Тяжело? Да. Нормально? Нормально. Все? Маме? Или понесешь еще? Спасибо. Сегодня на улице холодно. И я решила приодеться, как фэшн-звезда в мой синий. Вообще, обожаю этот пуховик. Он, на самом деле, не сильно теплый, но и не холодный. Погода вообще вот сейчас прям. Он сам по себе еще легкий в плане веса. И, в общем, надела эту худи, которая вам очень понравилась в инстаграме, под свои мартинсы. Худи сама по себе такая плотная, на нее на самом деле ничего и не налазит. Не мои впритык мне кожанки, не любые другие какие-то вещи. А вот эта просто влетела, и я себя чувствую классно. Такая массивная, большая, но при этом очень комфортная. Ну, то есть, я прям ощущаю мое, такая вся. И вообще, у меня шапка сегодня синяя была, утром. Сейчас я ее забыла, но у меня здесь есть капошон. И вообще ультрамодная. Ультра. Сейчас я, кстати, еду на вокал. Хочу новую песню Гагариной разучить. Я еще ни разу ее не пела, потому что она новая. И как раз-таки мой преподаватель говорит, что мне нужно выбрать какую-нибудь песню, которую я еще не пела в караоке и не пела дома. Потому что вот мы сами учимся, когда петь, да, мы привыкаем петь как-то неправильно. То есть, я пою просто как чувствую, да, и очень много неправильных моментов. И теперь переучивать, то есть, моя привычка, она срабатывает все время, мне переучивать очень сложно. И она говорит, проще взять, конечно, какую-то песню свежую, которую ты еще не слышала, и у тебя в голове нет привычки ее как-то определенно петь. И заново вот диапазон, все дела, ее оттачивать. В общем, я с ней согласна, но мы берем одну песню, которую я знаю, одну песню, которую я не знаю. В общем, занимаемся. Но действительно, переучиваться намного сложнее, чем учиться так. Вот. А потом я думаю пройтись по магазинам, если я успею, конечно, 16.30, будет 17.30. Да хрен ли я успею, да? Ой, хотела пояса посмотреть. Ну ладно, завтра тогда уже. Смотрите, здесь есть зеркало, зеркало. Ну вот, короче, как я выгляжу в зеркале. Правда, оно разрезает немного. В общем, такое. Так, ну че, в фикс прайс я не съездила, за ремнями я не съездила, потому что я с преподавательницей со своей долгой болтала. Кстати, сегодня я спела песню, и буквально перед тем, как ее петь, я говорю, вот мне кажется, что на одном слоге у меня там не хватает мощи, не хватает чего-то. У меня раз как будто чего-то не хватает. Я не пойму, куда направлять этот звук, чтобы он пошел. И вот я ей это сказала, начинаю петь, и вдруг пошел. То есть ничего не делали, не предпринимали. То есть она говорит, ну сейчас, давай, это хотели упражнение сделать на этот слог. НЫ, ДЫ, вот это И, она у меня раз И. И тут раз вот я пою, и она пошла. Я в шоке была. Я говорю, как так, она вот сама пошла, сама в шоке. Так что у меня радость сегодня спела песню, и моя преподаватель говорит, у меня прям вообще никаких нареканий нет. Так хорошо спела. Так что мы растем новую песню Гагариной, смотри, ей понравилось. Нужно только песенки мы снижаем, короче, на полтона, на тон, пока что. Вообще она говорит, что чем больше ты поешь, тем больше как бы мышцы уже работают, да, они уже в тонусе таком, что сейчас тебе может неудобно петь оригинал, к примеру, да, кажется высоко, там зажимы какие-то, спускаем на полтончика, на тон, в зависимости от песни, да. И я пою уже легко и непринужденно. А потом, говорит, в какой-то момент мы берем оригинал, поем, и ты его чувствуешь, как будто он снижен, а он на самом деле не снижен, тебе уже его легко петь. Вот, поэтому Гагарину смотри, вот мы снизим на полтона, на тон, на тон, наверное. Смотри. Я хочу ее спеть, очень хочу спеть, она мне очень нравится. Вот. Некоторые, может, кусочки какие-то вставлю, я не знаю, просто заблокируют, не заблокируют у меня. Звуки тут разные. Но в Инстаграме, подписывайтесь на мой Инстаграм, там точно все свои песенки буду выставлять, ну, которые более-менее хорошо получаются. Если я только учу, то я выставлять не буду. Все, сейчас пришла, сейчас пришла, сейчас что-нибудь сделаю, и с Денькой в садик, в садик за Денькой, и пойдем позанимаемся. Он любит у меня гулять, я вчера с ним не гуляла, сегодня я уже тепло одела, и мы пойдем с ним, я заодно позанимаюсь. У меня будет вечерняя проходка, вечерний прессик, я так хорошо сбрасываю вес, что я счастлива, и мне прям не хочется. Он мне иногда перед носом печеньками вот так вот трусит. Я нюхала, вспоминаю этот запах, я говорю, ну, не надо, мама худеет, не надо. И ни хлеб, ничего, вообще ничего такого не ем. А вот фруктики вот такое вот наденько, наденько. Наденько, наденько, наденько. Привет, мои хорошие. День следующий. Я не помню, вчера я что делала, не делала. Вчера у меня не было возможности выйти, по-моему, вчера я ничего на себя не надевала такого эдакого. Сегодня я, в общем, сама уже подобрала себе образ. У меня сегодня есть причина надеться во всё чёрное. У меня несколько вариантов было, да что ж такое, какие-то волосы на мне. Было несколько вариантов, как я бы хотела сегодня приодеться, но на улице холодно, и то есть мне нужно было одеться удобно, тепло, и чтобы были чёрные брюки. Вот, и я придумала. Это очень просто, единственное, что я не знала, ну, то есть просто одета, ничего лишнего. Просто минималист полный. Вот моё серое пальто, которое я очень редко одеваю. Водолазка, брюки и мои любимые бочки. Ну, и, соответственно, вот рюкзачок. Что хотела сказать, я сегодня практически не накрашенная, то есть я нанесла крем-хайлайтер, немножечко припудрила, опять же, моими шариками герлен, они супер универсальные, и всё, я накрасила помаду. Мне кажется, она сюда подходит. Это Арифлейм, одна из тех, которые мне подарили. Вот, и сейчас я иду, мы как раз даже пересечёмся с Настей, она же у меня забыла своё, своё, своё пальто. Я ей даже подготовила пакетик. Фэшн написано. Я думаю, ей понравится. Ну, это единственный большой пакетик, который я нашла в своём доме. Сейчас я иду, хочу посмотреть себе, опять же, ремни, которые я так и не нашла, посмотреть вообще цены на ремни, зайти в магазины, которые мне хочется, в которые мне хочется зайти, купить ремни, там, Кельвин Клайн или Томми Хиллфигер, я посмотрю цены. Вот, если эти цены будут достаточно высоковаты, на сегодняшний день, так как у меня ипотека, теперь уже, извините, я не могу так просто разбрасываться всем. И ещё, мало того, я привыкала к образу, то есть я ещё, ну, к этим всем образом, да, и пытаюсь чувствовать, может, я плюну через пару-тройку дней, да, и поэтому сейчас хочу какие-то базовые вещи купить, если сильно будет ценник, там, для меня дороговат, я тогда возьму что-нибудь в H&M, там, Настя говорит, есть хорошие на сайте у них ремни, в магазинах мало представлено чего, вот, тогда я возьму базу, вот, недорогую, да, похожу, утвержусь в этом во всём, пойму, что мне это нравится, и тогда я смело буду тратить хорошие деньги на качественную, дорогую вещь, которая прослужит мне очень долго, которая не выйдет из мод и будет всегда в трыне. Вот, ну, я сейчас нацелена на базу, прям опираюсь, чтобы у меня было то, что, ну, реально из моды не выйдет, это, как бы, там, классика, можно сказать, да, вот, научиться всё это дело сочетать. И рубашку. Я вчера смотрела очень много видео, до трёх часов, до двух часов ночи, до двух, в три уже пыталась уснуть, час не могла уснуть, в три уснула, я так думаю, я уже не следила за временем. И я просто смотрела всех этих стилистов, смотрела, как они сочетаются, сочетание цветов, про трендовые пуховики, короче, все эти вещи, всё это ролики начало попересматривать, просто вот с таким упоением, упоением, я уже себе говорила, Селена, всё, хватит, ложись спать. И я уже просто заставила себя спать, и с утра я снова начала смотреть эти ролики. В общем, я поняла, что один из моих любимых стилей, это многослойность, будет сто процентов, я её очень люблю, я в ней чувствую себя безумно комфортно. И мне понравился очень образ сочетания чёрной водолазки и белой рубашки. И я теперь хочу купить себе рубашку, сказала об этом Насте, Настя сразу мне дала советы, какую рубашку лучше брать, с которой можно придумать максимальное количество образов, и которая будет выглядеть очень фэшн. Так что сейчас я еду за рубашкой, мы как раз в горизонте, у неё сейчас идёт шопинг-сопровождение. Настя, кстати, работает по своей профессии, у неё очень большая занятость, у неё две недели вперёд запись, к ней не так-то просто и попасть, у неё при этом ещё маленький ребёнок, всё не так просто. И да, она делает шопинг-сопровождение, я прям думаю, вот повезло у девчонки, с которой сейчас она будет шопинг вести. Она делает разбор гардеробов, в общем, на её страничке там много всякой информации, и цены, по-моему, сразу написаны. У неё цены очень-очень доступные, и каждая девушка, на самом деле, любая девушка, может себе позволить. Вот. Поэтому я вам рекомендую, я прям рекомендую вам обратиться к стилисту, если вы в нашем городе. Если вы в другом городе, то поищите. Поищите девочек, которые вас вдохновляют, красиво одеваются, и тоже пригласите их к себе на разбор гардероба. Главное, чтобы они сделали это качество и реально могли вдохновить вас и перевернуть ваш взгляд на вещи, чтобы вы просто осознали этот момент. Это невероятно. Это невероятно. Я в шоке. Так, моя диета продолжается. Сейчас я взяла всего такой салат, сырой вообще, и немножко вот как-то солят они сами здесь семгу. Вот такой салатик. Хожу, гуляю, смотрю, пуховички. Ну, этот цвет так мне не очень. Вообще, я смотрю, бежевый или черный или песочный какой-нибудь. Здесь, кстати, магазин, что за магазин? Зарина называется. 7999, смотрите, здесь 60% пух, 40% перо и стоит всего 8000, еще и со скидкой, минус 30%. Прокиньте. Кстати, вы же не видели меня в полнорос сегодня? Ну, нормально. Вот она я. Вот она я. Твоя роковая ошибка. Привет, мои хорошие. Чуть-чуть подзарядила телефон. Смотрите, сегодня я вот сама себе уже подобрала образ, но здесь у меня мамфиты, это джинсы, которые я новые купила, то, что мне посоветовала Настя. Она сказала, что у меня стройнит и подчеркивает длину моих ног именно джинсы с завышенной талией. Вот, пожалуйста, они. И это вот водолазочка, которую я заказала в Фаберлик. Очень красивый цвет, я заказала три цвета. Вот один из очень прекрасных цветов. Мне кажется, сюда все это очень подходит. Я у Настя не спрашивала, но мне кажется, нормально, лично на мой взгляд. Я все больше сейчас смотрю всяких сочетаний цветов, подписалась на кучу разных блогеров, фэшн-блогеров и стилистов. Мне эта тема очень стала интересна. Вот, вниз я одела свои ботиночки и черный рюкзак и именно эту хочу куртку, потому что сейчас мы пройдемся с вами по магазинам, чуть-чуть. Я хочу пойти посмотреть что-нибудь еще. Мне, например, шарф нужен, вот такие дела. В общем, возьму вас с собой и на этом мы будем влог этот заканчивать и будем готовиться к следующему влогу. Вот. Сейчас, да, мне еще надо в налоговую там зайти, кое-что узнать для ИП. Успеть, успею, не успею. Еще же я вот эту вот прохожу велнос-сушку эту сейчас и мне нужно встретиться с Аленой. Я у нее заказала батончики там и коктейль протеиновый, потому что я ем много и все равно я не добираю полезной пищи, естественно, и все равно я не добираю нужной килокалории, чтобы мой организм не был в стрессе и от этого не откладывал лишней жиры. Я должна есть столько, сколько положено, да, и заниматься, и тогда все будет зашибись. И вот, да, пойду возьму, потому что батончики мне прям нужны на перекусе и так далее. Вот сейчас я уже позавтракала, я уже перекусила и на обед у меня не хватает времени. Возможно, я сейчас где-нибудь найду курочку на пару или что-нибудь именно в торговом центре, но не факт. И хорошо было вот в такой момент бы иметь батончик с собой. Может, я яйцо хотя бы съем сейчас. Еще обувь мне надо вообще. Я не знаю, а на зиму как обувь. У меня нормальная обувь, только луги мои вот серые и все. Черные с камнями я носить не хочу пока что. Может, потом захочу, сейчас пока не хочу. Ну и все, и зимние обуви, считаю, нету. Надо взять что-нибудь. Ну что, мои девочки, не показывала вам, потому что, короче, я решила пройтись по дисконтам сначала. Я вообще сначала хожу... Нет, сначала я хожу по новым коллекциям. Прицениваюсь. Если мне очень сильно что-то нравится, то я сразу беру. Потом я иду, прохожу все дисконты, сравниваю цены, сравниваю вещи. И бывает, что в дисконтах вообще продается все то... Ну не все то же самое, но некоторые вещи, которые продаются по полной цене, там можно их со скидкой взять. Вот. Но я зашла сюда и дисконт, который я хотела, его здесь нет, поэтому я зашла в магазин Зола. Я взяла здесь шапку, хотя много чего мерила, и там очень много актуальных сейчас трендовых вещей. Просто я не спешу сейчас экспериментировать сильно с цветами, моделями. Беру что-нибудь базовое. И в Инсити зашла. В общем, я взяла сейчас аксессуары. Это я вам потом покажу дома. А, нет, в покупках все буду показывать, как я собираюсь это сочетать. Так, немножко примерно в голове вижу, хотя, когда я смотрю блогеров, фэшн-блогеров, стилистов, все рекомендуют прежде чем брать вещь, сразу уже представлять под что и как ты ее будешь носить, а не просто брать вещь, которая тебе нравится. Ну, вот я как раз-таки руководствовалась этим. А сейчас я зашла в пить кофе здесь. Я нахожусь в ТРЦ Вавилония, по-моему, да. И мне, как это сказать, мой фитнес-тренер, можно так сказать, тренер. У меня вечно появляется какой-то непонятный акцент. В общем, сказала, что в пить кофе есть меню как раз для нас, кто на сушке и вот, да, на пару, овощи на пару и рыбка на пару. Сейчас я все это съем, как раз обед, и мне пора нормальненько поесть. Так, ну что, мои зайки, вот мне принесли. Я думаю, что я сейчас этим наемся, хотя можно было брать больше. Больше рыбки надо было взять. Ну, а так на перекус и побежать нормально. Ой, крошки мои, что-то мы так все с вами пошопились, да? На самом деле, я очень неуверенно беру еще вещи и мне не хочется, я и так, мне кажется, беру и не до конца еще догоняю, как это я буду носить. Поэтому, знаете, что я решила? Я, наверное, ну, я уже купила какие-то вещи базовые, которые я уже сейчас ношу, уже классные, они мне нравятся. И мне надо сначала научиться сочетать вещи, которые реально у меня есть. Попереносить все образы по несколько раз. И когда они мне уже надоедят, то можно вносить какие-то изюминки, где-то подсматривать, подглядывать и брать на вооружение и докупать вещи. Но не сейчас, сейчас я прям что-то это разошлась, все, джинсы купила, осталось мне только обувь купить, вот обувь, и может быть, шапку еще какую-нибудь я куплю, чтобы разыграть, фу, разыграть, разбавить образ с черным моим пуховиком, которым я вам покажу, который я купила. Вот. И еще у меня очень много вещей, которые действительно уже все-все-все уже надо убирать. Это я сейчас отдала пакет сестре, а надо еще на самом деле убрать кучу вещей. И я этим займусь в ближайшее время. Может быть, завтра даже в первой половине дня ко мне скоро приедет Полина, мы будем снимать вместе с ней видео совместное на каналы. любопытненькие такие. Вот. И я как раз к ее приходу немножко тут приберусь, разгребу, постараюсь во всяком случае. Надеюсь, мне это дело удастся. Тем более переезд, ну, как сказать, на носу. Я думаю, будет где-то в феврале, блин, переезд. Мне так кажется. Пока ремонт, пока то-се. Надо еще денег надо убить где-нибудь на ремонт. Хотя бы минимальный. Так что траты, траты потом. Сейчас у меня, в принципе, есть задача номер один. Это реально из своих вещей. прикольненько что-нибудь понаделать. Интересненькое. Вот. Тем более, я уже купила пуховик, пальто, уже лодочки купила, джинсы купила, кучу водолазок. Хватит! Вот. Ладно, скоро вам покажу видео со своими обновками. Буду его снимать, наверное, вот уже на днях. Еще, кстати, хотела сказать, что на моем втором канале идет конкурс. Сейчас он будет длиться до 11-го числа, до 10-го. 11-го числа уже будут результаты конкурса, уже будут победители. Поэтому приходите на мой второй канал и в видео массаж плюс конкурс, я там с баночкой на обложке, такой вакуумной, заходите и участвуйте в конкурсе. Ладно, мои хорошие, я что-то устала, у меня немного спина так болит, хотя я ничего не делала. Вчера тренировочка была у нас, а сегодня я вот походила, 4000 шагов сделала, 4,5. Но это маловато, мне надо еще 5,5 доделать, но у меня что-то болит спина, наверное, после вчерашней тренировки, может, я что-то не так делала. Ладно, мои хорошие, все, люблю вас, целую, прощаюсь, до следующего видео. пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...